Вот так выглядит работа мобильного лазерного сканера. Кстати, стоимостью в несколько миллионов рублей. Специалисту достаточно обойти с прибором со два конца аудитории и вернуться в начало. В течение часа после обработки данных на компьютере можно будет создать 3D-модель этого помещения, при желании и распечатать. Причем в зависимости от ваших задач можно виртуально оставить в этой модели всех людей, а можно и исключить их. Сканер позволяет создать 3D-модель абсолютно любого объекта – дороги, тоннеля, здания. Человек может с помощью нашего сканера, допустим, создав эту модель, сколоть координаты, которые необходимы. То есть это именно такая узкоспециализированная работа для геодезистов и строителей. Представим, допустим, какой-то карьер, где очень много щебня. Чтобы это обойти стахиометром, это очень нужно много времени. Соответственно, 3D-сканер нам сокращает время, ну и, собственно говоря, производительность труда увеличивается у человека, который занимается этим делом. А производительность увеличивается в разы. К примеру, на работу, которую раньше можно было сделать только за месяц, теперь человек потратит всего день. Инновационное программное обеспечение позволяет ускорить процесс разработки и внедрения новой продукции. 3D-моделирование необходимо для развития цифровой сферы, кадастрового учета и оценки земельных участков, зданий, сооружений, а также морских акваторий и других объектов. 3D-визуализация индустриальных объектов расширяет возможности архитекторов, конструкторов, дизайнеров. Возможно, будущих профессионалов по этим специальностям вы и видите в этой аудитории. Это студенты кафедры строительства и землеустройства СевГУ, для которых мастер-класс – это прекрасная практика. Такая информация нужна, если строится какой-то объект, то начиная от разработки котлована и поэтапно строительства вплоть до полного завершения. Это дает затем полноценную информацию в рамках 3D-моделей, которые могут стать частью вообще информационных моделей зданий, сооружений. То, что сегодня называют БИМ-технологиями. Это современные технологии, которые в сушире применяются взамен устаревших ручных технологий. Они гораздо производительнее, гораздо точнее. Также на мастер-классе ребятам показали, как можно смоделировать пространство этого античного дворика, которое располагается между учебными корпусами. Такое занятие для студентов СевГУ помогли организовать сотрудники Росреестра. Для этого пригласили представителей компаний по производству геодезического оборудования. Это первый подобный мастер-класс, где демонстрируется работа мобильного лазерного сканера. Мы берем к себе на работу студентов-вотпускников СевГУ. На данный момент у нас трудоустроен вот в этом году один студент из Севастопольского государственного университета. Самовладельные специалисты, которые очень горят в своей профессии, очень востребованы, потому что это большой объем такой неиспользованной силы. Специалисты обещали распечатать 3D-модели аудитории и античного дворика. Полученный результат студенты смогут детально разобрать уже на следующем занятии. Святослав Данилов, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.